Здравствуйте, мои дорогие друзья, подписчики моего канала, а также его гости. Сегодня я хочу вам рассказать, чем и как я подвязываю свой виноград. У меня обычно используются два способа подвязки, хотя их, конечно же, больше. Давайте я покажу, как делаю это я. Подвязку винограда я осуществляю разными способами. Один из способов это использование обычной медной проволоки. То есть беру старый провод медный, разрезая его в внешнюю оболочку, и получается у меня вот такие вот проволочки. Я их с одной стороны накручиваю на проволоку, а второй стороной вот так вот фиксирую мой побег. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот переходим сюда и вот видим, вот она, эта застежка. В данный момент не пристегнута, то есть давайте, сейчас я ее отведу, вот так вот вниз. Заводим сюда свой побег, наш побег, и прищелкиваем. Все, вот в таком виде фиксируем наш побег. Дальше, следующее, следующее, что я использую, это вот такие вот застежки. Они с Алиэкспресс, по 100 штук, вот в таком пакетике они приходят, стоят по помощи 100 с чем-то рублей. Тоже очень хорошие они, вот я их второй год уже использую. То есть просто прищелкивается она вот таким образом. Видите, удобная здесь пяточка. И заводится засаженец, ой, засаженец за нашу лозу и пристегивается. Вот в таком виде у нас получается фиксация нашего побега. Также она, если увидите, сейчас я увеличу там, увидите. Вот видите, вот так вот фиксируется. Очень удобно, всем советую. Дальше, есть еще один способ фиксации. Это при помощи топинера. Вот такой вот топинер. Покупал его тоже на Алиэкспресс. Вместе, значит, с лентой и со скобами. Ну, что я могу сказать по собственному опыту обращения с этим топинером. На улице я его практически не использую. По какой причине? По причине того, что ветер начинает сбивать лозу в сторону. То есть при помощи вот этой ленты она ненадежно фиксирует наши побеги. Использую обычно я его или в теплице, или использую еще на подвязку лоз. Вот давайте посмотрим. Лоза весной, когда я поднимаю ее из укрытия. Вот видите, я к первой проволоке подвязываю с помощью топинера. Это тоже удобно. Но топинер не является у нас панацеей. То есть, ну, есть хорошо, нету без него. Можно обойтись. Веревочками я не подвязываю, потому что это долго, это муторно. Вот, но некоторые подвязывают. Еще можно подвязывать веревочками. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что видео для кого-то было полезное. Всем отличного здоровья, прекрасного настроения. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok